Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы с вами будем делать упражнение 1-3-2-5. Для этого открываем наш учебник, скачиваем инструкцию, а также ПК-файлик. Скачиваем ПК-файлик. Чтобы скачать инструкцию, переходим по ссылке и нажимаем кнопочку «Скачать» в верхнем правом углу. И сохраняем нужную вам папку. Открываем ПК-файлик, а инструкция открылась автоматически в Adobe Acrobat Reader. У нас есть задание на две части. В первой части исследования IPv4 маршрута, во второй IPv6. Вот он. Наш ПК-файлик уже открылся. Здесь нам нужно ввести имя, также email и также дополнительные информации. Это ваша группа. И сохраняем. Окей. И подтверждаем. Садание перезагрузится и откроется инструкция. Вот она. Сделаем ее немного больше. Закрепляем с помощью кнопочки «Топ». И приступаем. Нам нужно, используя разные команды, узнать информацию о сетях. Для этого открываем R1. Командная строка. Вводим кнопку «Enter». У нас спрашивает пароль. Чтобы узнать пароль, нужно посмотреть примечание. Пароль пользовательского режима – это «CISK». Исполнительского – «Класс». Вводим наш пароль «CISK». «CISK». Вот. Смотрим. Нам нужно ввести команду «Show IPv4» и знак вопроса. У нас есть список команд, которые мы можем использовать с этой командой. Нам нужно узнать команду, которая будет наиболее полезная для определения сетей, которые назначены интерфейсом этого муштизатора. То есть, среди всех команд лучше всего нам подходит команда «Connected». Вот она. Вводим «Connected». «Enter». У нас есть три сети, которые подключены к определенным интерфейсам. Эти все три сети нам нужно записать в PDF-файлик. Вот сюда. Вот. Раз, два, три. Дальше. Нам нужно узнать сети, которые напрямую подключены к R1. Это мы только что узнали. И IP-адреса, которые назначены интерфейсом локальной сети. Чтобы узнать эти IP-адреса, нужно ввести команду «Show IP Interface Brief». У нас вот есть раз, два, три, четыре, пять разных интерфейсов. Но нам подходят только три, которые включены. Это G00, G01 и Serial 001. Вот они. Первые три. Два остальные отключены. Первые три интерфейса мы записываем вот сюда. Дальше. Нас спрашивают сети, которые подключены на R2 напрямую. Открываем R2. Командная строка. «Enter». Команда, ой, пароль «CISCO». Также та самая команда «Show IP Road Connected». У нас есть три сети, которые подключены. Их нужно записать вот сюда. Дальше нам нужно узнать IP-адреса, которые назначены интерфейсом локальной сети на R2. Это та же команда «Show IP Interface Brief». У нас также есть пять интерфейсов, но подключены из них только три. Вот эти три. А два не работающие. То есть переписываем три первых вот сюда. Двигаемся дальше. Шаг 2. Нам нужно проверить адресацию компьютеров и протестировать подключение. Для этого открываем первый компьютер. Десктоп. Командная строка. И для того, чтобы узнать IP-адреса этого устройства, вводим команду ipconfig. Вот. Вот у нас есть IP-адрес, маска под сети и шлюз по умолчанию. Нам нужно проверить, правильно ли они настроены. Для этого открываем R1. Вот он. Смотрим. Шлюз по умолчанию. У нас 172. 31. 21. 254. И PC1 подключается к R2 с помощью интерфейса G00. Находим этот интерфейс. Вот он. И сверяем IP-адрес. Вот. И они одинаковые. То есть они настроены правильно. Чтобы проверить маску под сети, вводим команду enable. Пароль класс. И show running config. Вот. Нажимаем Enter и листаем, пока не будет видно все интерфейсы. Вот они. G00. И IP-адрес у нас такой же. Вот он. Также можем сверить. И маска под сети у нас 255, 255, 254, 0. Да. Они одинаковые. Значит, здесь все настроено правильно. Смотрим дальше. Также нам это нужно проверить на PC2. Открываем это устройство. Вот оно. Desktop. Командная строка. IP-конфиг. Также сверяем IP-адрес и маску под сети. Вот R1. PC2 подключается к R1 с помощью интерфейса G01. Находим этот интерфейс. Вот он. Сверяем IP-адрес. Да. Они одинаковые. И маска под сети у нас 255, 255, 254, 0. Да. Эти два устройства, PC1 и PC2, настроены правильно. Если мы пропингуем с первого устройства на второе, скопируя IP-адрес PC2, открою PC1, введу команду ping и запишу IP-адрес устройства PC2. И ждем, пока пинг произойдет. Первый у нас неудачный. Так бывает. И три остальные удачные. Четыре отправлено, три получено. Чтобы удостовериться, что подключение и правда работает, можем провести пинг еще раз. И у нас все четыре будут удачными. То есть в этой части сети у нас все настроено правильно. И IP-адресация у нас работает. Смотрим, что нам нужно еще. Нам нужно определить IP-адреса PC3, PC4. Также проверить их IP-адресацию. И протестировать подключение от PC1 к PC3. IP-адресацию мы также проверяем с помощью IP-конфиг. Вы можете проверить эти IP-адреса на R2. Также с помощью команды show.ip.interface.brief. Вот она. И также с помощью команды show.running.config. Для этого enable. Класс. Show.running.config. Вот. Вот наше устройство третье. И вы можете проверить здесь маску под сети и шлюз по умолчанию. Вот. Они одинаковые. Так же, как и на PC4. Команды строка. IP-конфиг. Вот она. И вот наш R2. Вот интерфейс. И устройство. У них IP-адреса тоже совпадают. Значит, IP-адресация настроена правильно. А мы можем сразу пропинговать. Копируем IP-адрес устройства 3. Копи. Открываем первое устройство. Команда ping. И записываем IP-адрес. Enter. И ждем, пока произойдет пинг. Если у нас в нашей сети вся IP-адресация правильная, то пинг будет работать. Да. 4 отправлено, 3 получено. Пингуем еще раз на всякий случай. Да. У нас все 4 запроса получены. 4 отправлено, 4 получено. То есть IP-4 адресация в этой сети работает правильно. Смотрим, что у нас осталось. Мы выполнили всю первую часть. Вторая часть у нас идентичная, но с небольшим отличием. По второй части у нас уже IP-V6. И чтобы смотреть IP-V6 адресацию и делать все команды для IP-V6, нужно прописывать не просто, например, show IP-road, а show IP-V6-road. Я это покажу на одном из устройств, а дальше вы сможете это проделать сами. Например, на R2, если мы пролистаем самониз, вернемся в предыдущий режим, пароль циска, и введем команду show IP-V6-road connected. Ну и давайте просто show IP-V6-road. То у нас будет вся та же информация, только уже для IP-V6. Вы сможете это проделать сами и записать так же всю информацию в части 2 и ответить на все вопросы. А это, я думаю, все. Всем пока.